У меня уже забрали 2-3 друзей Что ж, ZZC жесток, но и его можно понять Сейчас я объясню почему и зачем он вообще нужен Если мы вспомним, как работал ZA Вот мы собрали первые 2 слоя Нам выпало что-то на последнем И мы решаем это Можем решить это через рыбку Можем решить это одним ZBLL Проблема в том, что ZBLL очень много 400 с лишним, даже почти 500 Поэтому появился ZB, который позволяет засунуть последнюю пару Не случайным образом, а немножко другим И мы сильно сократим количество возможных кейсов Последнего слоя Просто перед этим правильно расставив ребра Но ZZC подходит к этому совсем по-другому Ведь и в A, и в B мы выходим на последний слой И мы пытаемся собрать последний слой одним алгоритмом Но что если мы не будем собирать последний слой Очень непонятным алгоритмом А засунем последнюю пару И нам выпадет BLL ZZC заключается в том, что вместо того, чтобы иметь сотни алгоритмов на последний слой Мы имеем сотни алгоритмов на последней паре Вспомним CFOB Вот мы на этапе последней пары Существует такая штука, как Winter Variation Это способ при особых условиях То есть все четыре желтых ребра ориентированы Засунуть последнюю пару так Чтобы пропустить OLL Но красота ZZC в том, что в нем по определению все ребра ориентированы В частности, желтые Это значит, что в ZZC мы всегда можем выходить на Winter Variation В нем всего лишь 26 алгоритмов Ну, плюс зеркальное Если мы их выучим Можем каждую сборку ZZC пропускать себе ориентацию последнего слоя И выходить только на PLL И теперь нам стоит опять вспомнить CFOB Дело в том, что в CFOB Была такая классная штука Под названием VHLS Это способ Собранную пару Засунуть в свой слот Таким образом, чтобы ориентировать все ребра верхнего слоя То есть Мы делаем Один алгоритм И все ребра желтого цвета ориентированы Это очень круто И это Должно быть использовано в методе ZB Там мы, опять же, собираем Обыкновенным образом, как в CFOB Первые два слоя И мы гарантированно должны выходить на ZBLL Так почему же В ZB используется не VHLS? Дело в том, что в ZB Применяется такая штука Под названием ZBF2L Это продолжение VHLS Но не только на случай собранной пары А на абсолютно любой случай пары вообще Допустим, этот То есть Мы не собираем пару А потом ее как-то засовываем А из этого положения Применяем конкретный алгоритм И все Мы засунули пару слот И ориентировали все четыре ребра сверху Да, здесь 500 с лишним алгоритмов Но красота этого подхода в том Что мы уменьшаем количество ходов Мы потратили бы больше ходов На сборку пары И после этого использование VHLS Чем применили сейчас В ZZC используют такая же идея То есть Мы для каждого случая F2L Которых здесь блага в два раза меньше И для каждой ориентации углов При этом случае Мы придумываем свой алгоритм Сейчас мы потратили гораздо меньше ходов Чем могли потратить Собрав отдельно пару И отдельно применив в Intervariation Да, в этом подходе полтысячи алгоритмов Да, здесь не очень легко это определять И его очень нелегко выучить Но это сокращает ходы И это имеет смысл Этот этап часто называют OLS Ориентация на последнем слоте Количество ходов у него среднее довольно-таки маленькое Порядка 10-11 В описании я обязательно выложу Список всех алгоритмов Которые на него есть Некоторые из них оптимальны То есть За меньшее количество ходов Его вывод нельзя Некоторые из них неоптимальны То есть больше тратят ходов Но при этом удобнее Что прекрасно у этих алгоритмов Так это то, что они почти все Собираются с помощью R, U и может быть L Кстати, в отличие от ZBLL OLS может похвастаться очень неплохим определением Мы сразу же видим, где находится ребро Мы легко видим уголок пары Либо мы его определяем по белому цвету Которого больше нигде нет Либо во время засовывания предпоследней пары Мы его отслеживали А ориентацию остальных четырех желтых углов Мы можем понять Нам всегда видно три угла Мы можем всегда знать Как, по крайней мере, эти три угла Ориентированы А по ним мы можем вычислить и четвертый угол Получается, если посмотреть На методы ZA, B и C То в ZA у нас очень много алгоритмов На последний слой В ZC у нас очень много алгоритмов На первых двух слоях Точнее, на последней паре А ZZB имеет мало алгоритмов Последнего слоя Мало алгоритмов Последней пары Но при этом он и менее эффективен В нем мы тратим Несколько лишних ходов Прекрасно в ZZC еще и то Что его возможно применять в сборке не ZZ Если у нас случайно получилось Что все желтые ребра ориентированы То можем засунуть в последнюю пару Умным способом Полностью пропустив OLL Аналогично это можно применить на больших кубах Больше того, ZZC не обязательно учить прям все сразу Мы можем учить по отдельности Сначала выучив Winter Variation Потом Summer Variation Потом для каждого отдельного случая пары Учить все его ориентации Желтых углов Таким образом постепенно Прийти к полному ОЛС Подводя итог ZZC это прекраснейший метод Который годится в замену привычному ZA Это был NPSA Production Спасибо за просмотр И хороших сборок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok